В библиотеке совхоза имени Ленина состоялся прием населения депутатам Татьяной Антоновной Вуевич. Мы поинтересовались, с какими вопросами местные жители обратились к депутату. Я обратился к депутату по вопросу недостроев на поселке Развилки, ЖК Новая Развилка, и недостроев возле Дельфина, за остановкой. То есть это были основные вопросы, которые волнуют меня, моих друзей, которые живут на Развилке и в сельском поселении Дроздова. Домик в деревне мало видно, и приходило по вопросу, что у нас мусор вывозить не вывозят, а денежки начисляют. Уже более года там еще есть старосты деревни, с ними объединились, и более года уже бьемся и не можем добиться, чтобы с пенсионеров, которые не живут на даче в течение всего года, за мусор не начисляли. К депутату Татьяне Увуевич я обратилась по поводу незаконной мусорной свалки, которая находится на пересечении Каширско-Володарского шоссе. Сейчас там происходит сжигание мусора, жители совхоза чувствуют этот ужасный запах, который к тому же очень вреден. Татьяна обещала помочь нам разобраться с этим вопросом, и очень надеемся, что так и будет. Библиотечный фонд. Это такой вопрос... Жители должны сами по поводу, я сам по поводу, я уже... Нет, можно просто эту инициативу проделать. Да, по поводу библиотечного фонда. Библиотечный фонд, нам много жителей приносят книг, приносят, да. Но бывают они не новые, как требуют сейчас у нас, что дети, что взрослые, понимаете, приносят устаревший фонд со своих запасов, архивов, да. Хотелось новые. Этот вопрос мы зададим... Да. Волку Дмитриевну, кажется. Да, у нас имя финансирование, к сожалению, страдает. Хотелось бы, чтобы новинки присылали. Мы заявку-то подали, а вот как сформируют эту заявку или нет, не знаем. У нас вопрос животрепещущий, как у некоторых представителей поселения, а по поводу пристройки к старой школе. С директором пробовали связаться, никакой конкретики, и так она нам не предоставила. И, соответственно, Елена Ивановна тоже спрашивала, но поскольку она не занималась тем вопросом напрямую, она была только как сторонний наблюдатель, тоже, соответственно, ничего. Каким образом мы, как жители, можем влиять на эту ситуацию? Что мы можем делать? Какую информацию я знаю, что в 2018 году был выделен бюджет под строительство дополнительного корпуса. Но там, к сожалению, не был согласован проект расположения этого блока. По каким-то территориальным причинам. Старая школа у нас стоит, но вы видели, да, расположение. Там 18-й дом. Елена Ивановна хотела, чтобы расположение нового корпуса было со стороны 18-го дома, потому что там более всего разумнее было ее расположить. Ей предложили по проекту согласованному поставить прям пристройку на стадионе. Если я думаю, что заново этот вопрос поднять и заняться, я думаю, что коллективное обращение жителей спасет положение. Как-то ускорит этот процесс. Я думаю, что на имя главы будет целесообразнее. Со своей стороны я попробую обратиться к Гаврилову. Я для начала уточню по мере своих возможностей вообще состояние этого вопроса и возможность пристройки. Вообще существует ли она и запланирована ли она. И далее мы уже будем от этого отталкиваться, потому что сейчас как бы вода говорит ни о чем, потому что я не знаю истинного положения вещей по данному вопросу. Сегодня состоялась вторая долгожданная встреча с избирателями. На встрече были заявлены несколько вопросов, остро стоящих. Вопрос по свалке, вопрос по пристройке к старой школе и вопрос по пополнению библиотечного фонда совхоза. Данные вопросы приняты в работу. Я очень рада и благодарю жителей, которые нашли время и пришли на встречу, озвучили все свои замечания. Мне пожелали удачи в моей работе. Я в свою очередь хочу заявить, что я сделаю все возможное для скорейшего решения поступивших вопросов. И в дальнейшем надеюсь на плодотворное сотрудничество. Напоминаем, что личный прием проходит каждый первый вторник месяца с 5 до 7 вечера. Также Татьяна Антоновна общается со своими избирателями в социальных сетях.